коллеги доброе утро я игорь суздальцев ведущий видео портала трейдеров you trade tv приветствую вас в программе торговый план сегодня 19 марта 2015 года четверг ну что начнем как обычно с новостей коллеги новость вчерашнего дня основная произошла вечером как вы знаете в 21 час 00 фрс рассмотрел ряд вопросов частности оставили базовую ставку на уровне 0-0.25 процента по сути нулевая ставка более того было убрано слово пейшнт из объявления комитета фомс по связи с поднятием ставки хотя она сохранена но слово пейшнт убрали на этом резко вырос доллар евро вырос на 100 почти 160 пипсов у нас на глазах мы смотрели это вчера вечером со многими из вас прямом эфире вот выросла на нефть золото другие валюта рубль укрепился существенно и здесь естественно возникает вопрос как это оценивать будет ли продолжение этого действия мы вчера обсуждали с коллегами прямом эфире вечером и пришли к выводу в целом я не помню что кто-то возражал что это очередная разводка вот почему потому что джанет еллен открыто сказала что то что мы убрали слово пейшнт не означает что мы будем в апреле увеличивать ставку более того она сказала мы точно в апреле не будем увеличивать а в июне мы посмотрим на ситуацию по двум основным направлениям состояние инфляции и ситуация на рынке труда безработица проще говоря после этого последовало 10 вопросов на тему а вот что вы рассчитываете reasonable confidence как как вы оцените то есть достаточно уверенность что можно ставку повышать какие циферки вы видите и так далее она открыто сказала вообще никаких цифрах не вижу ничего не знаю вот в июне получим циферки и будем думать они являются представляет собой reasonable confidence дает нам обоснованную уверенность или не дают в общем честно говоря мне это напомнила ситуация в казино в атлантик сити я был там и посмотрел значит весь зал автоматы карточные столы все а у одного стола вообще стол пустое стоит девушка изумительной красоты и возле нее толпа мужчинчик 50 думаю это что за аттракцион такой коллеги ослышат меня все сейчас я звук проверю коллеги я только что проверял звук у меня звук идет у меня все включено звук идет сейчас проверим вот видите как идет звук сейчас на коллеги пошел звук слышно да хорошо но я думаю что и было слышно потому что я же проверял перед запуском юрий чебатарев слышен вам вам звук странно сейчас одну секундочку коллеги это серьезное дело так не понимаю звук пропадает у нас что ли по улице получается да сейчас не слышно меня дело в том что у меня все идет андрейс пишет что хорошо слышу коллеги я думаю вам надо подвигу делать свои системы включить микрофоны вот александр слышит 87 слышит андрей миков но это значит все таки у вас коллеги где то вот вот теперь слышно да у меня не пропадал хорошо хорошо так вот я возвращаюсь к основной теме о том что вчера все пытались узнать циферки какие будут озвучивать вы мне пишите если вдруг где-то звук у кого-то это вы пишите будем разбираться значит вчера пытались узнать что в голове у джанет елен председателя фрс и вот какие циферки будут в июне мне это напомнила ситуация в казино атлантик сити когда у одного стола стоит девушка человек 50 мужчин и к аттракционам такой значит девушка загадывает цифру от 1 до 9 мужчина подходит смотрит ей в глаза пристально и пытается отгадать цифру картинка такая 8 говорит мужик девушка 7 вот не угадали но вот прямо вот так рядышком было понятно что кидала понятно что суть аттракциона в том чтобы подойти с красивой девушкой побазарить в глаза и посмотреть вот и как бы за это заплатить 20 долларов вот в чем суть прикола все довольны никто не расстроен как бы все и толпа людей мужиков стоит все вот то же самое с джанет елен по сути все как бы развлекается никто она сама толком не знает какую цифру назовет но казино изумительно красивая девушка джанет елен это джанет елен то есть уже надоела мне эта игра например я думаю что это кидала в чистом виде сегодня в течение дня я уверен все будет потихонечку возвращаться на свои места вот это шоу со словом patient она уже отыграна вчера еще было мы уже мы видим по нефти например я вижу в моменте что по нефти цена выскакивала там на 57 до сколько она была сейчас я даже посмотрю моменте она выскакивала вчера ну да там 57 сейчас 55 37 но вот еще два доллара вниз она пройдет и как бы будет то же самое что вчера а сегодня я уверен я сегодня буду все продавать и нефть и золото и рубль кстати говоря потому что это совершенно однозначно не удержит они на таком шоу на таком дешевом холоде по моему все это было придумано с одной простой целью немножко приподнять ну приподнять сырьевые активы сырьевые валюты чтобы продать их по более высокого уровня и потом уже зачеркнуть полной ложкой я думаю что тот кто вчера дернулся резко стал покупать ту же нефту уже золото сегодня об этом горько пожалеет но собственно они уже жалеют уже процентов на 10% 20% по основным категориям все откатило вот но остальные пожалеет сегодня на российском рынке призывают максимальной осторожностью рубль может сегодня катнуть в обратную сторону причем очень сильно следующая новость коллеги значит пользователь один говорит что переизображая страницу три раза нет звука изображения у вас наверно мак мы смотрим на windows все работает и ну это мы давайте обсудим после эфира значит следующая новость коллеги вчера состоялся митинг честь присоединения первой годовщины присоединение крыма к россии был митинг концерт выступил президент после президента началось скандирование обращаю ваше внимание какой текст был скандирован все нормально кроме нескольких логингов например даешь польшу и финляндию это вызывает тревогу по следующей причине даешь это значит призыв к присоединение польши и финляндии которые сто лет назад были кстати составе россии российской империи и и возникает естественно сразу вопрос а не является ли это призывом к агрессивной войне давайте посмотрим вместе на уголовный кодекс статья 354 публичные призывы к развязыванию агрессивной войне они караются у нас штрафом до 300 тысяч рублей или лишение свободы на срок до трех лет более того те же деяния совершенные с использованием средств массовой информации либо лицом занимающим государственную должность российской федерации либо государственную должность субъекта российской федерации там много чего но вот лишение свободы на срок до пяти лет вопрос естественно является ли призыв даешь польшу и финляндию призывом к развязыванию агрессивной войны запросто можно так квалифицировать потому что даешь польшу и финляндию это значит забери захвати и это можно расценить как призыв к агрессивной войне к войне и если так сказать ну не знаю я не удивлен что никто не был задержан за эти уровни такое впечатление что им разрешили ну а поскольку они у метро еще по 300 рублей получали то им получается еще и за это заплатили и вот это самое тревожное неужели там у кого-то в голове является цель нападения на польшу и финляндию на полном серьезе неужели это идет такая подготовка предвоенная это будет очень плохо нам украины вот так хватит еще и вот это но целая история будет поэтому никто не был задержан повторяю хотя налицо публичные призывы к развязыванию агрессивной войны против польши и финляндии и это вызывает тревогу реакция последует сегодня однозначно я вас уверяю сегодня и польская и финская правительства проведут мобилизационные совещания совета национальной безопасности соберутся начнут думать что делать в нато побегут давайте нам ядерное оружие на нашей территории иначе нас захватят тем более мы 500 лет уже воюем с польшей и с финляндией это будет очень тревожно но сша мгновенно отреагировали даже ничего ни о чем не сомневаясь через пять часов после этого сша объявили мы передумали откладывать подготовку украинских военных все то они отложили надеялись видимо что как-то порешается вопрос все значит все уже объявили кто тренирует сколько тренирует там сейчас я вас уверяю объявят что поехали 10 человек поедут 10 тысяч человек и понесла то есть американцы восприняли угрозу серьезно решили обучать украинских военных что конечно еще более ухудшит ситуацию вокруг украины и на наших рынках естественно нас сегодня я ожидаю негативный день и из-за митинга вчерашнего но и из-за так сказать последствия решения фрс вчерашнее тоже но и авиация балкота провела имитирующий воздушный бой с ночными полетами ночной воздушный бой над балтикой то есть такого не было лет 25 то точно то есть это вообще конечно удивительно как как все прямо в войну скатывается за секунду больше того следующая новость посольство россии составят списки русофобов с российскими активами то есть все посольства готовят списки иностранцев которые критикуют россию и у которых есть недвижимость россии это все понятно что будет происходить с этой недвижимостью или взрослые ну естественно сейчас у кого есть брокерские счета или еще что-то там и так далее вот все это начнется естественно подготовка конфискации все понятно то есть у нас все падает прямо вот как утюг в океане реально сегодня единственная хорошая новость это сми узнали о согласии мечела заплатить втб четыре с половиной миллиарда рублей это проценты по кредитам я думаю мечел сегодня пойдет в рост это совершенно однозначно на этой новости то есть как ну вчера в одну сторону сегодня в другую дальше продолжает мечел раскатывать ну и ничего страшного когда это бизнес вот так что мечел коллеги внимание может сегодня вырасти ну что вчера мы закрылись на хорошем росте значит у нас индекс ммвб 1632 плюс 1,2 процента индекс ртс плюс 2,2 процента рост 841 отметка рубль хорошо отлично вчера укрепился на этой новости поскольку рынке работали валютная 59,27 мы закрылись вчера минус 2 процента доллар упал и евро упал на сори сори минус 2 рубля 18 копеек доллар упал и евро упал на 64 копейки в моменте 64,54 будет ли продолжено сегодня укрепление рубля не верю вообще но сегодня уже так сказать начнут действовать другие факторы но если себе положить как обычно туда а на вот этом негативном фоне вообще сейчас все должно на ответ и свалиться моем понимании но давайте спросим о деталях нашу монету естественно я запрашиваю доллар рубль вот и относительно все рубля я спрашиваю рубль покупать или продавать у монеты buy sell две стороны бросаю монету а вы загадываете свое свой объект инвестиций свой финансовый инструмент а монета подскажет нам направление движения бросаем смотрим сегодня монета видит sell я вижу sell монета видит sell давайте посмотрим что видит дмитрий семенов трейдер компании калита финанс как на ваш взгляд дмитрий сегодня будут развиваться события и как вы планировать планируете действовать в этой сложной ситуации после решения проекта приветствую игр привет привет ну я не знаю почему взяли уж какая сложная ситуация если вы торгуете на основании графического анализа вам все равно что там происходит по большому счету потому что у вас есть график а график учитывать все на графике все нарисовано вот а сейчас я хочу сказать вот вот следующий момент хочу сказать вот текущий рынок ну не текущий который мы наблюдаем с нового года когда там евро доллар сыпался отвесно вниз эта ситуация опасна для новичков почему потому что те кто недавно пришел на рынок там неделю две месяца два месяца им кажется что все очень просто евро падает надо продавать зачем ставить стопы потому что все же идет куда они хотят все получается и в этой ситуации у них наступает расслабление они уже ничего не думают и вот вчерашняя ситуация какая произошла то есть взлет евро на 500 пунктов обычно приводит таких новичков радужные очки у них падают и наступает маржуков вот соответственно я вам неоднократно говорю что я не торгую евро долларом сейчас потому что мне абсолютно непонятно что там происходит что это падение отвесно оно не характерно и обычно после такого дикого движения наступает резкий противоход вот вчера мы это наблюдали вот ну а теперь по поводу текущей ситуации смотрите когда происходит такие скажем так большие движения вчера было 500 пунктов по евро по канаде там 300 пунктов я какое-то время не торгую почему потому что вот эти резкие движения не перекрашивают весь график соответственно мне непонятно на как при уровне ориентировать вот такой момент но тем не менее давайте график поглядим парочку покажу конечно ну вот хочу начать с доллар ханерского доллара про который мы говорили с вами на текущей неделе я показывал диапазон колебания вот верхняя граница вот нижняя граница соответственно диапазона есть очень замечательное свойство цена либо из него выходят и как правило идет расстояние равное ширине диапазона либо отражается идет другой границы диапазон и я говорил своим клиентам в передаче торговый план говорил что смотрите вот за этим уровнем вот где мышка у меня бегает давайте для наглядности поставим кружочек следите за этим уровнем если будет пробой значит покупка если будут какие-то разворотные сигналы значит продажа ну понятно что все вот это произошло на вчерашних ставках но тем не менее я считаю что техника здесь тоже работала неплохо скажу сразу я был без позиции я пытался продавать вот отсюда то есть вниз по графику где-то в понедельник если я не ошибаюсь или в основных не помню вышел по нулям ну и вот соответственно имеем сейчас большое снижение если смотреть с позиции данного графика что делать абсолютно не понятно почему потому что у нас границы явно видны вот нижняя граница вот соответственно верхняя граница и мы сейчас находимся посередине канала посередине вот этого диапазона и соответственно здесь техника нам ничего абсолютно не говорит Вот и все. То есть позиции нет. Ну и, соответственно, золото я вам показывал. Выделял диапазон вот этот. Он остался на графике. Соответственно, мы сейчас вышли за сопротивление данного диапазона. В принципе, не исключено, что возможно движение куда-то вот сюда. В следующем уровне сопротивления примерно я рисую. Ну, в принципе, ширина диапазона сколько у нас? Долларов 24. Вот отмеряйте отсюда 24. Примерно цель где-то здесь можете лежать. Я не знаю, будет рост, не будет, но с точки зрения данного графика, вероятность роста в принципе присутствует. Вот так вот. В общем, всем желаю удачных торгов. Не забывайте про правила управления капиталом. И всегда ставьте статусы, потому что можно очень прекрасно потерять свой торговый счет. Поверьте моему опыту, это очень доступно. Понятно. Спасибо большое, Дмитрий. Удачи вам сегодня. Спасибо, Владимир. Коллеги, я, это был Дмитрий Семенов, трейдер компании «Колетафинансы». Я подтверждаю свое несогласие с тем, что золото или что-то будет расти. Думаю, что будет сегодня падать. Все это хозяйство. Вчера приподняли по максимуму, ночью откупили все. И уже все будет нагревать остальных тех, кто вошел в покупку. Совершенно очевидно, на мой взгляд. Ну вот у вас две точки зрения. Дмитрия Семенова моя. И вы вам решать. Коллеги, Андрей Аникин я вижу у нас в сети. Сегодня Андрей в 13.00 будет с нами рассказывать подробно о фондовом рынке. Но вот сейчас, Андрей, на ваш взгляд, если вы можете подключиться, на ваш взгляд, Мечил верит в историю Мечила сегодня? Или вы сомневаетесь на этой новости о том, что проценты по кредиту на 4,5 миллиарда долларов рублей Мечил готов заплатить? Доброе утро, Андрей. А звук мы ваш не слышим. Надо его включить у себя. Ага. В системе включен. А вот микрофон сам может быть вот эту штучку настроить. Сам микрофон надо воткнуть. То, что у вас в ухе или... А, у вас микрофон какой? Настольный? Вот. Ну, хорошо. Тогда, Андрей, если что, он нам помечил, напишите. Я озвучу. У вас все в системе абсолютно работает. Нужно только микрофон сам включить. Андрей Миков, мне интересно ваше мнение по нефти. Андрей Миков, Андрей Аникин, вы пока просто микрофон настроите. Может быть, вы включите его сам микрофон. Это, мне кажется, уже на компьютере надо микрофон включить. Андрей Миков из Перми, мне интересно ваше мнение по нефти. Куда вы ее ждете? Ну, вот я тоже открыл сейчас график нефти. Я даже сейчас его выведу. Давайте вместе на него посмотрим. Наверное, сегодня будет такая тема дня для многих из нас, поскольку многие торгуют нефть. Начать демонстрацию. Разворачиваем нефть на полную. Да, Андрей, заходите в эфир. Я разверну на полную экран нефти. Вот, коллеги, у нас пятиминутка Brent Oil. А что я пятиминутку открыл? Давайте часовку откроем. Часовик по Brent Oil. Видим, да, что как она резко выстрелила в момент объявления. Уже подседает на 55.34. Андрей Миков Первый, что вы думаете, куда пойдет нефть, на ваш взгляд, сегодня? Андрей, мы слышим вас. Не видно, да? Да, видим вас. Ага, доброе утро. Здравствуйте всем. Ну, мое мнение, оно такое, очень недалекое, наверное. Я вас умоляю. Я думаю, что поднимется нефть сегодня. Крайней мере, я надеюсь на это. Это понятно. Почему? На какой мотивации вы думаете? То, что думаете, евро-доллар будет продолжать падать? Расти, то есть. Да, и вот на росте евро, на падении доллара, вы думаете укрепиться нефть? Или какие-то другие факторы вам видятся? Ну да, еще, как было уже озвучено тут, еще пару дней движение какое-то будет по доллару, по индексу. И на этом нефть поднимется еще сколько-нибудь. Ну, я вот так, я вот так предполагаю. Да, ну вот я показываю, пользователь один просит, покажите, пожалуйста, нефть, нефту. Вот показываю я дневку. Ну вот вчера, посмотрите, такая фигура, она достаточно, ну, нейтральная такая, бочонок с двух сторон. Вот. Не знаю, Андрей, я с вами не соглашусь. Я думаю, что вчера уже всех отработали, уже всех, кого хотели назвать, назвали. И сегодня они не будут спешить, они дождутся, пока придут на работу Россия и Европа, кто-то, может быть, нефть купит. Дождутся, пока вы купите нефть и начнут рынок нефти обрушать. Вот так вот будет. Они взяли... У меня куплено. У меня куплено. А, уже куплено. Вчера купили? Еще раз. Вчера купили? Позавчера еще я, позавчера. А, так вы сейчас сидите в суперприбыли после вчерашнего роста? Ну, там не супер, но плюс есть. Я надеюсь, что еще будет. Но если не будет, то буду выбегать. Я понял. Не, ну там вчера два... Около трех долларов прошло все наверх по нефти-то. Поэтому вы должны были... Вчера будет широкий такой лоббин. Нет, я не на срочном рынке, у меня в акциях, поэтому я на акции смотрю. Я вот. А, я понял. Я понял. Ясненько. Спасибо, Андрей. Хорошей вам торговли сегодня. Ну что, коллеги, мне интересно мнение нефтяного татарина. Напишите нам, нефтяной татарин, как вы видите сегодня рынок. А с нами, напомню, коллеги, был Андрей Миков, трейдер из Перми. Нефтяной татарин, пожалуйста, напишите. Сейчас я озвучу вашу мысль. Антонио, ваше мнение мне интересно. Что вы ждете сегодня от рынка? Ну вот, нефтяной татарин пишет, что на пять разводят с Мечелом. Ну, разводят понятно, но как раз таки в этом и суть, что, так сказать, вместе с теми, кто разводят, угадать волну и чего-то заработать. Это естественно. Поэтому думаю, что сегодня надо будет как раз таки заработать. На этом на всем. Еще раз повторяю, коллеги, подводим итоги. Сегодня, да, давайте, прежде чем подойдет итоги, посмотрим, а что у нас с индексом доллара, кстати говоря. Ну, он сейчас ниже 100, 98,5 ориентировочно. Вот, то есть, так еще и ничего, в принципе. Можно было ожидать чего-то более сложного. Давайте посмотрим на, кстати говоря, календарь сегодня экономический. Значит, сегодня у нас пресс-конференция Швейцарского национального банка и решение по процентной ставке. Там сейчас минус 0,75. То есть, что такое минус 0,75 ставка и рефинансирование? Это значит, что если вы положите деньги на хранение в качестве депозита Национальный банк Швейцарии, вы еще заплатите, вам, не вам заплатят по депозиту, а вы заплатите Центробанку за хранение минус 0,75, значит, процента годовых. Вот, это все в 11.30 будет ставка. Ну, тут как? Если ставка повысится, ну, допустим, будет не минус 0,75, а минус 0,5 даже. Это будет рассматриваться как шаги к ослаблению швейцарского франка. Поэтому будьте внимательны на этом показателе. А если еще больше понизят, например, минус 1 сделают, значит, это укрепление произойдет швейцарского франка. Ну, давайте, правильно? Чем выше ставка в данном случае, тем дороже валюта. Ну, в данном случае менее дешевая валюта. Не, подождите. Чем выше ставка, тем дороже. А, ну, и так платят, и так платят. Да, если снижение ставки, то есть уменьшение платежа, то это будет как бы, будет так. Если ставку от нуля, допустим, сделают ближе к нулю, то значит платить надо меньше. Правильно? Правильно. Ну, в общем, разберитесь сами. Вообще, если честно говоря, в этой ситуации с отрицательной ставкой, я, например, когда в велившей царе отрицательную ставку, я франк не торговал, даже, честно говоря, не отслеживал никогда, что происходит на отрицательной ставке. У кого есть опыт, можете с нами поделиться, мы с удовольствием его, кстати, послушаем. Вот. Индекс деловой активности в производственном секторе Филадельфии в 5 часов вечера. Вот такие базовые. А, стоп, 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 стоп. Сори. В 15.30 число обращений за пособиями по безработице. Я почему озвучиваю уже так скептически все. В прошлый раз при хорошей безработице доллар упал, и, в общем, там мошенничество в чистом виде. Ну, вот, как бы еще по привычке присматриваем, да, сколько будет. Вот тогда было 295 тысяч. Доллар свалился, я понес несколько долларов убытка. Это просто возмутительно было неделю назад. Ну, вот, вот сейчас 289 ожидают, число обращений за пособиями. А, нет, нет, доллар как раз-таки укрепился. Он резко вырос. 295 это было резким ростом, по-моему. И вот он укрепился, а я потерял на продажу, получается. Нет, на покупке. Он в обратную сторону, короче, пошел от ожидания. Да, это было, это было большее ожидание. Я продал доллар, уже узнав новость, а он укрепился. Вот так это было. Поэтому сегодня тоже непредсказуемо, очень внимательно. Вот коллеги пишут, что, нефтяной тоталин пишет, что, не зная, что будет, может быть, рубль чуть укрепится и улетит в обратную сторону. Антонио пишет, поставил на рост нефти и фьючерсов РТС. Ох, опасное, опасное это занятие на рост сегодня ставит. Ну, Александр пишет, вчерашнее укрепление рубля к доллару не только из-за ФРС. Идут скрытые интервенции под видом годовых рекорд и добровольно-предудительной продажи валютной выручки. Хорошее время тарить бакс. Ага, ну то есть когда-нибудь, вы думаете, это принудило, закончится, да? Ясно. Ну что, коллеги, тогда мы с вами на сегодня нашу программу «Торговый план» завершим. Рынки открываются через несколько секунд. Желаю всем успешной работы. До свидания.